Спасибо, что остались с нами. Второй блок программы посвящен обсуждению самых сложных и неоднозначных тем последнего времени. Мы пытаемся отыскать истину, оценивая разные точки зрения. Тема сегодняшней беседы – продовольственная безопасность в Приморье. Чего нам ждать от санкционной войны между Россией и целой группой стран? Как эта война скажется на ценах, ассортименте? Позволит ли она, эта война, ускорить развитие российского сельского хозяйства и промышленности или просто больно ударит по кошельку население? Для ответов на эти вопросы мы пригласили в студию директора Института международного бизнеса и экономики ФБС Александра Латкина. Здравствуйте, Александр Павлович. Добрый день. Александр Павлович, первый вопрос. Как эмбарго скажется на Приморском крае, учитывая то, что, насколько я знаю, более 70% всего продовольствия в Приморский край ввозится? Это совершенно верно. Наш Приморский край является, если сравнить другие российские регионы, достаточно сильно импортозависимым. И нас спасает одно, что основной импортер или экспортер на наш рынок, это все-таки соседний Китай, который пока санкций никаких не вводил, я думаю, не будет вводить. А есть примерные оценки? Вот сколько процентов продовольствия ввозится из тех стран, которые попали в санкционный список? Я думаю, что такие оценки есть. Я их знаю очень приблизительно. И хорошо было бы, чтобы, конечно, наши власти вот с такими оценками, у них более точные расчеты, наверное, есть. Тем более мы готовимся к серьезному этапу нашей жизни в Приморском крае. Но по моим таким заключениям, если сравнивать вообще продовольственный рынок Приморского края, я, правда, в этот рынок включаю и сырье, на котором работают наши многие молокоперерабатывающие и мясоперерабатывающие предприятия, то мне представляется, с учетом Новой Зеландии, с учетом Соединенных Штатов Америки, с учетом Испании, которая поставляет наш рынок тоже, ну и других стран, я думаю, что в данном случае где-то китайская составляющая будет равна примерно 50%. Все остальное потенциально это те товары, которые могут попасть под санкции? У меня, кстати, сразу с этим вопрос. На каких группах товаров, на ваш взгляд, вот эти санкции отразятся больше всего? Я думаю, что это, если о продовольственных товарах, я думаю, что прежде всего это мясо и мясопродукты, и второе, это молокопродукты, прежде всего сухое молоко, конечно. Потому что, если бы мы сегодня с вами пригласили сюда любого директора мясоперерабатывающего предприятия, то он бы сказал, да, у меня голова болит, потому что я не знаю, с чем я буду работать завтра. Потому что это люди, это занятость населения, это заработная плата, ну а мы как-то так вот привыкли работать на мясном сырье и на молочном сырье из других стран. И, кстати говоря, молочного сырья из Китая практически у нас нет. Я хотел задать этот вопрос, вы его сняли с языка. Еще один вопрос. Скажите, я правильно понимаю, что существует достаточно высокая вероятность того, что в обиход жителей Приморского края снова идет понятие дефицит? Или все-таки я утрирую? Я думаю, есть смысл это предполагать, и есть более того аргументы в пользу такого вывода. Хотя, если говорить честно, я-то уверен в том, что все-таки вот эта ссора, которая сейчас разразилась между Россией и всем миром, Россия и остальной мир, она все-таки должна завершиться. Кстати, вы знаете, ваша точка зрения, она совпадает с точкой зрения датских аналитиков, эксперты крупнейшего в Дании банка, Данский Бэнк, в докладе, посвященном последствиям кризиса на Украине для европейской экономики, пришли к выводу, что санкции Евросоюза и контрмеры России будут отменены максимум через три месяца. Они сообщили об этом 14 августа, цитирую дословно. Эскалация торговой войны невыносима как для Евросоюза, так и для России, поэтому ЕС откажется от санкций в течение одного-трех месяцев, а Россия вслед отменит введенные ей санкции. Вы согласны с этим докладом? Я хотел сказать, что к 1 января 2015 года, но это получается как раз, сколько, 3-4 месяца остается. Но вы знаете, до 1 января еще надо дожить, и как раз-таки у нас что не будет? Колбасы, сыра. Это да, и самое неприятное, что если мы сейчас пойдем по тренду, который намечается, что давайте менять партнеров, мясо будем брать в Аргентине или Бразилии, то тут ничего хорошего ждать не придется. Почему? Потому что одно дело заявление наших некоторых руководителей, ну а другое дело реальный бизнес. Ну вот я занимался бизнесом, для того, чтобы установить какие-то контрактные отношения долгосрочные с тем же Китаем, надо было туда не один раз слетать, встретиться, переговорить, определиться, потом контрактные соглашения, и только потом. Представьте, Аргентина, у них там свое мясное производство, там свои партнеры, все производители, естественно, планируют на 3 года вперед, потому что корову за один год не вырастишь или быка. И вдруг мы туда входим, и по просьбе нашего президента, вдруг аргентинские бизнесмены говорят, мы начнем вам отгружать мясную продукцию. Александр Николаевич, я правильно понимаю, что в ближайшие 2-3 месяца нас ждет определенный провал? Да, да. А вот этот вот провал, он будет связан с ростом цен? Он уже связан с ростом цен, недалее, как вчера Аркадий Дворкович, вы знаете, сказал официально, что начался рост цен в центре России, но он не большой, и более того, мы это связываем, я цитирую просто, с тем, что всегда к осени растут цены на продовольствие. И плюс мы сейчас даем поручение антимонопольному российскому комитету, который запретит нашим производителям взвинчивать цены. Вот у меня сразу же вопрос, вот вы сказали, что больше всего пострадают те или иные сферы, которые связаны с продажей мяса и молока. Вот на мясо и молоко розничные цены, по вашим подсчетам, они поднимутся на сколько? Ну, как же Иванов, Петров, Сидоров с фермы одной, второй, третьей не повысит цену, когда он увидит, что раскупают с лёд, с лёд, в лёд. И неизбежно он повысит цену на молоко, и надо учесть еще и то, что и мясо, и молоко, но мясо-то больше осенью идет за бой скота, а молока-то наоборот меньше, потому что... Административными мерами каким-то образом удастся сдержать вот этот вот рост цен и аппетиты тех или иных производителей? Путем диверсификации. Административные меры такие. Мы должны прежде всего нашему населению в Приморском крае наконец-то все пояснить. И в том числе вот в ваших передачах хорошо бы это сделать. Сказать, что, друзья дорогие, вот такая ситуация, давайте будем патриотами, поддержим наших руководителей российских, мы идем в обанк. Вот. Но мы имеем вот такие-то возможности, что мы договорились там с Китаем увеличиться поставки мяса, мы договорились, что у нас на стол народной рыбы больше будет поставлено, и наши рыбоперерабатывающие заводы в срочном порядке будут производить хорошую продукцию рыбную, рыбные пелемени, предположим, и так далее и тому подобное. Так что вы не волнуйтесь, мы вас в беде и люди не оставим. У меня вопрос еще один. Задаю его уже не как журналиста, а как депутат законодательного собрания Приморского края. Что надо сделать местной власти, помимо разъяснительной работы? Местной власти, муниципальной власти? Я имею ввиду краевой власти, потому что... Ага, краевой. Я думаю, самая главная сейчас задача это организовать своевременную уборку урожая. Нам говорят, что очень хороший урожай в этом году, что все это было убрано, и самое главное, что все это было сохранено. И еще самое главное, по возможности переработано и законсервировано. Много делается в крае Приморском и по производству молока, и мяса тоже много делается. Вот вы знаете, свинокомплексы новые создаваться будут и создаются. И Михайловский броллер, честь и хвала, все-таки предприятие очень хорошее, которое позволяет нам иметь на прилавках магазинах хорошую продукцию. Но впереди еще многое предстоит сделать. И вот тут-то я бы хотел сказать, что с моей точки зрения, вот эти вот события, вот эти санкции, украинские события, мне кажется, это просто, знаете, какой-то такой, знаете, эффект производит такой, что в этом все, а не в этом все. Все в экономической конъюнктуре прошлого года и в тренде развития экономики России за последние несколько лет. Но мы же падаем, это же всем понятно. Если в том году мы планировали иметь прирост ВВП там 4 с лишним процентов, а фактически полтора процента, а в этом году официально мы говорим, что будет там ноль. И мы видим и знаем, что уже налоговая нагрузка в следующем году возрастет, и пенсионерам мы подарок сделали на следующий год накопить на части, и ставка рефинансирования поднялась и так далее. Значит, все-таки, наверное, надо думать более серьезно о том, как дальше жить, если, по мнению датских экспертов, и по моему мнению, закончится вся эта санкционная борьба, нам даже и дальше придется. Два вопроса заключительных, потому что наше время подходит к концу. В любом случае, вот для одних кризис – это конец бизнеса, для других – это дополнительные возможности. Недаром в китайском языке, насколько я знаю, слово, термин «кризис» обозначается именно двумя иероглифами, один из которых – возможность. Так вот, как вы считаете, что необходимо сделать для того, чтобы вот этими возможностями воспользовались наши российские предприятия, лучше всего приморские предприятия, а не предприятия, предположим, соседнего Китая? Я думаю, что здесь сейчас прежде всего надо нашим российским предприятиям серьезно подумать и определиться, с кем они быстро обеспечат импорт вот той продукции, которую вчера обеспечивали с другими. Вот это надо срочно делать. Может быть, это Китай, может, это Вьетнам, который желает с нами сотрудничать, и он рядом. Может, это Республика Корея, которая тоже рядом и которая, слава Богу, пока никаких санкций не объявляет нашему государству. Вот. Ну и, наверное, надо посмотреть и на бывшие страны СНГ, о чем все сейчас говорят, и Казахстан, и Беларусь, и кто там еще является производителем. Кстати, вы знаете, вот у меня есть опасение, что просто-напросто сейчас очень многие предприятия в Казахстане и в Беларуси, они будут заниматься переклейкой этикеток, потому что ни Беларусь, ни Казахстан, они не входят в санкционный список, и просто-напросто товары из Франции, Германии, Польши, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, они будут сначала поставляться в Казахстан или в Беларусь, там будут просто-напросто им наклеивать новые этикетки, не Майден, там, Австралия, а именно Майден, Беларусь, и просто-напросто они именно под видом белорусских товаров будут поставляться на наш внутренний российский рынок. Вы не исключаете подобного развития ситуации? Ну, во-первых, ничего нового в этом нет, и мы научили, наверное, их, Россия их научила, потому что я вспоминаю прошлые времена, когда мы из Китая получали полуфабрикаты одежды, значит, отправляли на наши фабрики швейные, там, значит, воротники пришивали, и как раз делали вот эту наклейку, и потом отправляли в Америку. Американцы покупали, а там было написано, это чайно, понимаете, или, точнее, извините, Россия сделала. Так что это все известно. Другой вопрос, сможем ли мы вот те масштабные объемы, недостающие теперь уже нам продукции, продовольственные продукции, в том числе и сырья, восполнить вот этими белорусскими и казахстанскими там контрактами? Не уверен. Резюмирую, потому что у нас осталось буквально 30 секунд, то есть, насколько я понимаю, в вашей точке зрения в краткосрочном периоде нас в любом случае ждет спад, неминуемо повышение цен, но даже в среднесрочном периоде, скорее всего, все-таки санкции исчезнут, они будут недолговечными. Да, наверное, так. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был директор Института международного бизнеса и экономики в ГУЭС Александр Латкин. Спасибо большое, Александр Павлович. Уважаемые коллеги, наше время подошло к концу. Большое спасибо, что были с нами наши телефоны 255-2012, 226-63-35, наш сайт novikov-stalker.ru, причем сбрасывайте ваши сообщения и просьбы именно на наш сайт, мы обязательно все это изучим и постараемся вам помочь. Всего хорошего. До встречи на следующей неделе. Удачи.